Добрый день, уважаемый Влад. Очень приятно видеть вас через год после последнего нашего интервью. Я хочу напомнить нашим зрителям о том, что у нас было интервью год назад с вами. Вы рассказывали о своем личном опыте, о ваших взаимоотношениях. Для того, кто вас видит в первый раз, слышит в первый раз, будьте добры, несколько слов о себе. Зовут меня Влад, живу я в России, в Петербурге. Я журналист, поэт, художник, если вкратце. Так, замечательно. Из последнего нашего интервью я получила от вас очень интересную информацию о том, что вы говорили, что на каждую женщину найдется свой мужчина, о том, что женщины зря изнуряют себя жуткими диетами, о том, что, значит, любовь на самом деле существует, у мужчины готов добиваться любви, сколько потребуется. То есть мужчина в любви очень, так скажем, как и во все времена, был стойким и таким сильным, всегда проявлял свое мужество, свои лучшие качества, мужественности. Вы по-прежнему считаете так, если вспоминать предыдущий разговор нашей встречи? Не, ну почему нет? Конечно, да, но мы сейчас, как бы, естественно, рисуем немножко такую идеализированную все-таки картинку. Наверное, если я поправлю себя, который был год назад. Не в том плане, что что-то такое произошло за этот год, что повлияло на мое мнение. Просто, конечно же, опыт у всех разный. Но если мужчина ставит перед собой определенную цель, то, естественно, он склонен ее добиваться. Да. Вот, собственно, и все. Долго что-то еще объяснять, наверное, не стоит. И то, что не происходит в жизни мужчины, наверное, не происходит, потому что он себе не ставил каких-то целей. Да. Но мы сейчас опять же говорим о каких-то целях исполнимых, да? Да, 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 да. Да, потому что если, допустим, я нездоров физически, то космонавты меня не возьмут. Ну, я только вот это вот имею в виду по поводу исполнимости целей и задач. Яс. Вот, а в принципе, да, конечно. Конечно. И в этом плане никогда. Это, знаете, вот чем отличается, ну, допустим, футбольный матч от волейбольного или от тенниса. Тем, что футбольный матч, он ограничен по времени. Время вышло, матч закончился. А волейбольный матч или теннис, он может идти бесконечно долго. Важно, кто сколько наберет очков, какая разница будет в этих очках, да? Ясно. Вот отношение наше к жизни должно быть как в этом волейбольном матче. В том плане, что не должно быть понятия и все, поезд уже ушел. Да, да, да. Что не произойдет и так далее и тому подобное. Время у нас, пока оно есть. Да, да, да. Вот надо соревноваться. Безусловно. Нужно соперничать, да, и нужно соперничать, и нужно добиваться желаемой цели. Правильно. Надо добиваться и все. Согласна. Ну, скажите мне, пожалуйста, если на предыдущей нашей с вами встрече мы коснулись вопросов вашей предыдущей жизни, ну, как вашего опыта, так скажем. Правильно сказано. Правильно предыдущей жизни. Правильно сказано. Она такая аллегория. Значит, это об эмиграции так принято говорить, как правило. Значит, о том, что у вас был опыт супружеской жизни, то, что у вас был прекрасный, чудесный опыт многолетней любви и всего такого остального. Мне бы хотелось сегодня глубже пойти в рассуждение на тему взаимоотношения мужчины и женщины. Могу ли я себе позволить вывести вас на откровенность, так сказать? Да, безусловно. Спасибо. Итак, тогда я хочу задать вопрос об одиночестве. Что для вас значит одиночество? Вот должен здесь, конечно, уточнить. Я могу говорить только о себе, да? Конечно. Потому что люди разные. Конечно. Вот. В принципе, мужчина, конечно, ну, действительно, меньше нуждается в коммуникации, чем женщина. Ну, там, в силу разных причин, наверное, сейчас не стоит это обсуждать. Но среди мужчин самих, да, есть тоже, они тоже делятся на разные категории. Есть те, кто любит пообщаться и, собственно, считает, что вот общение постоянно, не важно на какую тему, не важно, насколько оно содержательное и так далее, что вот это действительно ценность, это важно, это нужно, это необходимо. Нуждаются в этом, да? А есть те, кто не так сильно в этом нуждается. Вот в том, что называется словом трёп, допустим, да, я нуждаюсь, как и все люди, но я не могу сказать, что, ну, прям сил нет, как мне это нужно, допустим. Да, потому что есть какие-то важные вопросы, да, их нужно проговаривать, их нужно решать, вот. Ну, а есть зачастую просто, ну, пустая какая-то болтовня, которую иногда не хочется тратиться. Это понятно, это понятно, это понятно. Но можно я вас всё-таки к вопросу верну об одиночестве? Да. Что для вас значит одиночество? Ну, для меня это важно, для меня это необходимо, для меня это часть жизни. И можно им обладать этим одиночеством вне зависимости от того, ну, сколько человек, насколько постоянно там тебя окружают или не окружают. То есть вы хотите сказать, одиночество это для вас норма жизни, естественно, мало того, может быть, даже это нужно вам по причине того, что вы человек творческий? Ну, да, можно так сказать. Ага. Но это не значит, что я человек, которому не нужно общение. Вот. То есть сейчас я могу вас подловить на слове, что вы всё-таки в поиске, вы ищите ту единственную и неповторимую? Или вы уже нашли? Нет, не нашёл, но в поиске, в поиске. Вот так вот прямо сказать, что, значит, я как принц на белом коне езжу по населённым пунктам, значит, и... Санкт-Петербурга? И его окрестностей, да. Вот, и, значит, не кричу на перекрёстках, вот где тут проживает самая прекрасная принцесса, нет, я так не делаю. Вот. Ну, в определённом смысле, да, конечно. То есть вы хотите сказать, что вы в поиске, вы в активном поиске, и вы ищите ту женщину, которую хотите полюбить? Я думаю, ну... Ну, хорошо, давайте. Давайте. Да, ну, позвольте мне формулировать мои вопросы каверсные, как я считаю нужным. Если мы говорим о том, что вас окружает большое количество разных женщин, и это видно по предыдущему вашему интервью, о том, что вас окружают великолепные женщины, красивые, умные, есть в них нечто, что действительно заслуживает внимания, но вы на них не останавливаетесь. Я уверена, что вы пользуетесь популярностью у женщин, и многие молодые женщины, и молодые в том числе, готовы были бы соединить свою жизнь с вами. Но вы почему-то отвергаете такие варианты? Может быть, для вас создан некий идеал? Нет, ну, дело не в этом. Нет, ну, наверное, идеал какой-то там у каждого свой есть, некий образ, но, во-первых, как взрослый человек, имеющий определенный жизненный опыт, но я хотя бы просто знаю, что дело не существует, да, вот, во-вторых, да и, наверное, он и не нужен, честно говоря. Вот я там что-то себе, допустим, навыдумывал и столкнулся с тем, допустим, что я себе выдумывал. Ты собираешься жить, потому что наши теоретические конструкции, которые у нас в голове, проверяются всегда исключительно только практикой. Конечно. Не только реальная, а конкретная абсолютно жизнь может показать, насколько люди друг другу подходят. Это первый момент. Действительно, да. Во-вторых, значит, это по поводу идеала. Да. А теперь по поводу того, что да, да, есть вокруг меня и красивые, и умные женщины, но, знаете, все-таки выбор, это тоже неверная встреча вот с тем человеком, который твой, да? Да. Это ведь не в процессе шоппинга делается, да, когда ты приходишь в мол какой-нибудь. Да. Вот ты ходишь по отделу, вот они там рядочком стоят, и ты выбираешь его, ага, вот, вот. Вот с перламутровыми пуговицами вот это вот как раз мне подойдет, да? Угу. 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 Ну, наверное, можно было бы исходить из вот таких вот параметров, чисто тактик, технических характеристик, да? Угу. Угу. И у нее вот такой, значит, размеры фигуры у нее вот такие вот. Ну да, да, да. То есть мы... Что-то там еще. Да. Вот какие-то еще моменты. И вот в сумме это оптимально для меня вот на этом этапе моей жизни. Ага. Угу. Ну, люди... Ну, хорошо. За себя говорю, да? Я разуму, конечно, доверяю своему, да? И руководствуюсь в основном именно умом, да, при принятии решений. Угу. В отношениях с людьми, вот в таких именно отношениях, в личных, тут уж я отдаю все на отпуск собственного сердца. Угу. И оно у меня решает и принимает решение, для меня этот человек или нет. Хорошо. А можно я тогда более конкретно задам вопрос, чтобы мы оба знали, собственно, ради чего этот разговор? Дело в том, что если мы говорим о цели поиска, цели знакомств, то, собственно говоря, вы к чему, к чему вы думаете, приведут ваши отношения? Стремитесь ли вы к созданию семьи? Вот, скорее, так будет вопрос. Стремитесь ли вы найти ту единственную неповторимую? Или вас устраивает, так скажем, положение вечного поиска? То, что вы человек творческий, и вам интересна смена ролей, смена обстоятельств, новые лица. Вам интересно изучать эту жизнь. Может быть, вам нравится, вы как, скажем, Дон Жуан себя чувствуете в обществе, и поэтому вам хочется побольше каких-то впечатлений относительно любви, взаимоотношений. Или все-таки у вас есть некое стремление к тому, чтобы в итоге выбрать для себя друга жизни, подругу жизни, которая во всех апостасиях проявляет себя, как вам нужно? Собственно, этот вопрос сам собой для меня решился где-то, наверное, в районе 30-ти. Когда, то есть до 30-ти, ну, наверное, ну, вот то, что называется, в народе не нагулялся, да? Да. И все при этом у меня был брак, он счастливо развалился, у меня сохранились прекрасные отношения с моей тогдашней супругой. Понимаю. И сейчас буквально, кстати, год назад, увиделись, она познакомила меня со своим мужем, очень-очень приятный и интересный мужчина, в общем, я ее выбор одобрил. Вот, но речь не об этом, но просто в ту пору, когда нам было, наверное, мне было еще и 25-ти и точно, а мне что-то в этом районе, да просто рано было, да? И вот, пожалуй, в тот период меня еще интересовало количество отношений больше, чем качество. И годам 30-ти это естественным образом прошло, вот, и просто внутренне я понял для себя, да, что ну да, конечно, если случаются отношения, то так, чтобы это был твой единственный человек. Да, да, да. Вот это на сегодня, да, важно, и не то, чтобы какая-то в этом, я там перед собой какую-то задачу в этом плане, просто мне именно комфортно сейчас в отношении с женщиной, вот именно это. Ясно. А тогда позвольте мне некое разоблачение вас. Да. Смотрите, вы говорите, что уже в 30 лет для себя решили, что хотите одно, единственное, чтобы во всех ипостасях, чтобы женщина самое главное несла вместе с собой некое качество жизни вам давала, правильно я вас понимаю? Это верно, да. Чтобы вы с ней ощущали некое качество жизни, чтобы она была максимально интересна для вас, чтобы она умела вас всегда вдохновлять, чтобы она могла вас всегда зарядить, какого-то перчика подкинуть, каких-то вот раздразнить где-то, чтобы она могла вас и, значит, где-то побуждать на какие-то подвиги. То есть, если говорить о том, чтобы искать такую женщину, то такие женщины и есть, да? То есть вы с 30 лет в поиске. Ну, с 30 лет я такую женщину нашел, чуть побольше, в 31. И мы с ней абсолютно прекрасно прожили 13 лет вместе. Да, так что же случилось? Почему все-таки отношения... Сошли на нет. Да, сошли на нет. Почему отношения закончились? Значит, как бы так вывернуться, чтобы сказать то, что я хочу сказать. Ну, скажем так, в ее понимании наши отношения, то есть, ну, на самом деле... Оставаясь такими, какими были изначально, значит, у нее было ощущение, что она двигается вперед, да? А я не двигаюсь. И в этом смысле отношения тоже должны были каким-то образом трансформироваться. Да. Вот потому что мы меняемся. Это не означало, что мы обязательно должны разойтись, да? Расстаться. Вот. Но у всех есть свои черты характера, да? И, в общем, была выстроена такая ситуация, когда... Ну, мне нужно было довольно радикальное изменение внутри себя произвести, для того, чтобы соответствовать ее новым представлениям о том, какие отношения у нас должны быть. Я не знаю, насколько я понятно сказал. Одним словом. Одним словом, мне был поставлен ультиматум. Либо я меняюсь, либо отношения нет. А мне ее ультиматум оставить нельзя. Вот. Ну, то есть, как бы, в этом смысле, те отношения, которые были изначально, не изжили себя. А новые не выстроились. Угу. То есть, вы хотите сказать, что женщина была... Ваша женщина была инициатором разрыва отношений? Она была инициатором... Как вам сказать? Я сейчас, наверное, попытаюсь объяснить. Каждый из нас, ведь чего добивается в результате? Я немножко цинично сейчас скажу. Но, вообще, в принципе, ради чего человек живет? Ну, чтобы чувствовать положительные эмоции на самом деле. Ну, да. Когда мы переживаем положительные эмоции, нам хорошо. Да. И не важно, там, совершаем ли мы пофиг в этот момент. Да. Или ошибки. Да. Или просто покупаем ребенка. Или, я не знаю, все сидим в кафе с приятной компанией. Все что угодно. Не важно, да. Мы просто стремимся получать положительные эмоции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok